На связи Украина 365 Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области Интенсивность обстрелов и вражеских штурмов возросла Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин Это говорит о том, что враг не оставляет попыток и в дальнейшем штурмует, обстреливает наши позиции и гражданскую инфраструктуру Противник не прекращает вести обстрелы различными видами вооружения, техники Рассказал он в эфире телеканала «Эспрессо» Что касается вражеских потерь на Покровском направлении то подтверждено уничтожение пяти боевых бронированных машин противника а также россияне потеряли там 45 своих военных За прошедшие сутки захватчики в целом потеряли 350 человек убитыми и ранеными а также 20 единиц военной техники Это говорит о том, что враг там также не прекращает попыток Однако силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться как вглубь территории нашей, так и ввести определенные продвижения Резюмировал Волошин Третья штурмовая бригада за неделю в Харьковской области поразила более 30 единиц вражеской техники и ликвидировала до 500 россиян Это самые свежие итоги потерь врага за последнюю неделю в полосе ответственности третьей штурмовой бригады, говорится в сообщении Отмечается, что войска РФ понесли весомые потери в живой силе 338 россиян 300, 120, 200 Бойцы ударили по вражескому КСП и уничтожили приправу оккупантов Сбили 4 ударных попула Лансет и 1 разведывательный Орлан Нажгли значительное количество брони, среди которой Тигр, БТР-80, БМП-1, БМП-2, МТЛБ и более десятка тяжелой автомобильной техники Поразили также танк Т-80 и САУ-Нона, сообщили бригаде Вместе с этим глава Харьковской ОВА Олег Сенегубов в эфире телемарафона заявил, что украинские войска стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области Линия фронта на севере стабилизирована, не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, также и по Слобожанскому направлению, рассказал Сенегубов По его словам, украинские военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волча Окупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот Наши воины отбивают дом за домом, улицу по улице в этом населенном пункте, добавил глава УВА Он подчеркнул, что попытка россиян быстро захватить север потерпела неудачу из-за эффективных действий в ССУ Российские оккупанты показали один из эпизодов собственного наступления, во время которого командование завело танковое подразделение в СРФ на минное поле, не сообщив об угрозе танкистам Фактически в прямом эфире произошел взрыв с подрывом боекомплекта Видео обнародовала российская сторона Автор видео с позывным «Челябинск», который, похоже, координировал работу двух танковых взводов из командного пункта, направил колонну техники по накатанной грунтовой дороге через поле в сторону украинских позиций Однако сразу у оккупантов появились проблемы с противотанковыми минами и украинским отрядом с ПТРК По словам других военных, дороги были плотно заминированы Сообщает оккупант с позывным «Челябинск», уточняя последствия взрыва танка на мине В ответ на это командир приказывает ехать вслепую по камерам По камерам пусть едут Засеяно било, ведь рост движения не может Челябинск сразу сообщает высшему офицеру с позывным «Гейзер», а они упомянутых в плане наступления минах, на которых уже взорвались два танка В ответ на это тот дает понять, что никаких мин там не должно быть и танковое подразделение должно продолжить движение Сразу после ответа «Гейзера» на видео взрывается с детонации боекомплекта третий танк, замыкавший колонну Там все поля минами засыпаны, у меня уже два танка подорвалось Где минами засыпаны? Там дорога, дорога, по которой ехал тот танк По ней, они... Бля, сука, сука, говорил, как принял Неизвестно, что послужило причиной очередного местного штурма российских оккупантов Не исключено, что дорога была незаметно заминирована украинскими военными или россияне ошиблись дорогой Украинские подразделения беспилотных авиационных комплексов используют дроны для дистанционного минирования путей в тылу оккупантов противотанковыми минами ТМ-62 Для этого используют мультироторные дроны, которые способны зависать над требуемым местом и имеют большой запас полезной нагрузки Их активно применяют украинские роты ударных беспилотников как бомбардировщики В Украину с недели на неделю будет идти постоянный поток военной помощи и помощи в сфере безопасности из США Об этом министр обороны США Луит Остин заявил в начале заседания «Рамштайн-22», которое проходит в виртуальном формате В частности, как сказал министр обороны США, сегодняшняя встреча проходит в момент испытаний, поскольку захватчики Владимира Путина начали еще одно наступление на суверенную территорию Украины Силы Кремля попытаются достичь дальнейших успехов в последующей неделе и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы, заявил Остин Он считает, что речь о сложной и опасной борьбе, но украинские защитники демонстрируют чрезвычайное мужество и умение с использованием возможностей, предоставленных союзниками Новое наступление Путина на Харьков только подчеркивает важность этой контактной группы, сказал Остин и добавил, что сейчас около 50 стран со всего мира снова выступают на стороне Украины Он уверяет, что участники формата «Рамштайн» продолжат оказывать Украине необходимую поддержку В частности, как отмечает министр обороны США, Соединенные Штаты остаются настроенными сделать свой вклад в поддержку Украины «Мы снова доставляем срочно необходимую помощь в Украину. Помощь по безопасности, которую мы ускоряем в Украину, изменит ситуацию в этой битве», отметил Остин «Вы будете видеть постоянный поток американской помощи в Украину с недели на неделю», пообещал Остин Вертолет, который перевозил президента Ирана Ибрахима Раиси, не излучал никакого сигнала Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдул Кадир Уралуглу У президентского вертолета, который разбился, не была включена сигнальная система или он не имел такой системы Поскольку Иран входит в зону ответственности Турции за реагирование на чрезвычайные ситуации Власти проверили наличие сигнала от вертолета, когда поступила информация, что он разбился Но, к сожалению, по нашему мнению, скорее всего, сигнальная система была выключена Или у вертолета не была этой системы, потому что мы точно увидели бы эти сигналы, но их в этот раз не было, сказал он В то же время агентство Ирана называет причину крушения вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Вероятно, вертолет разбился из-за технической неисправности Добавим, что накануне один из авторов и экспертов крупнейшей немецкой ежедневной газеты таблоида Билл по анализу открытых данных Юлиан Ребке Высказал мнение, что разбившийся вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси был непригоден к полету Ребке, который, как известно, сам пилотирует небольшие самолеты и разбирается в авиации и технике Написал, что иранский президент летел в американском вертолете Белл-212, построенном в далекие 90-е годы прошлого столетия А разработали подобную технику еще в 60-е годы По данным Ребке, это воздушное судно было непригодно к полету в сложных погодных условиях Что оказалось для экипажей пассажиров самоубийством Раиси летел на Белл-212 в погодных условиях, явно не подходящих под правила визуальных полетов Это просто самоубийство, пишет он Таким образом, аналитик Билл намекает на то, что крушение вертолета стало следствием, возможно, халатности иранских военных А также не исключен и заговор, в результате которого президенту, как говорится, подсунули непригодный вертолет У катастрофы вертолета с чиновниками и президентом в Иране есть еще один подтекст Техническое состояние авиации Ирана можно охарактеризовать одним словом – катастрофа Авиация Ирана находится под международными санкциями Эти санкции были наложены в связи с различными факторами, включая ядерную программу Ирана, его участие в региональных конфликтах и поддержку терроризма Однако технику нужно обслуживать и эксплуатировать И когда делать это в условиях санкции приходится в гаражах, то рано или поздно произойдет катастрофа Иного результата быть не может Российский экономический аналитик Анатолий Несмеян отмечает, что российская авиация входит в состояние подобное иранскому Аналогичная авиакатастрофа может произойти в любой момент в России, поскольку вторжение в Украину обернулось санкциями в авиационной отрасли и для Москвы Тут возникает явная проекция на Россию У нас та же история и наша авиация приближается к состоянию иранской, причем быстро, так как система воздушного транспорта и расстояния существенно больше Тем временем иранские власти уже обвинили США в гибели президента Раиси Мол, авиакатастрофа произошла из-за санкций, потому что не было возможности надлежащей обслуживать вертолет и покупать запчасти для него В крушении президентского вертолета виновата Америка, которая, несмотря на решение международного суда, наложила эмбарго на продажу самолетов и авиационных запчастей Ирану Заявил экс-глава МИД Ирана Мухаммад Джават Зарив Вот внезапно выяснилось, что санкции против Ирана все-таки работают На территорию Белгородской области продолжают падать российские снаряды, предназначавшиеся для атак на Украину Так стало известно, что российские военные сбросили на Шебекино и округ сразу четыре так называемые дружественные авиабомбы, сообщает Астра В минувшую пятницу, 17 мая, в Шебекино нашли сразу три ФАП-500, которые российские горе-летчики случайно обронили на собственную подконтрольную территорию Сообщается, что один опасный боеприпас обнаружили у частного жилого дома на Ржевском шоссе Пишут, что будто бы никто не пострадал, но при этом БК до сих пор не вывезли и не утилизировали Еще один боеприпас ФАП-250 российские вояки уронили в поселке Батратская дача в пригороде Шебекино Пишут, что эту бомбу, в отличие от предыдущих, такие удосужились вскоре обезвредить Также сообщается, что ФАП-500 в тот же день обнаружили на улице машиностроителей в Шебекино В результате ее детонации поврежден фасад одного из домов, а также забор и окна Стоит отметить, что глава округа Владимир Жданов подтвердил, что во двор местных жителей упал взрывоопасный предмет Но при этом ставленник Кремля в регионе отказался назвать, какой именно это был боеприпас К слову, по подсчетам независимых СМИ, только за крайние три месяца в СРФ уронили на подконтрольные им же территории порядка 50 авиационных снарядов В саммите мира, который Украина планирует провести в середине июня в Швейцарии, будет участвовать Индия Об этом заявил Нарендра Моди в интервью PTI Он сказал, что Индия будет участвовать во всех важных встречах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития Там Индия поддержит голос глобального юга, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека и процветающего мира У Моди спросили, будет ли он лично присутствовать на мероприятиях Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств, ответил Моди Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится именно переговорами Для этого и была разработана и продвигается формула мира президента Владимира Зеленского Литвиненко надеется, что ее поддержат участники саммита мира, который пройдет в Швейцарии в июне Это настоящий дипломатический трак, имеющий все шансы способствовать достижению справедливого мира, заявил Литвиненко Друзья, на этом все, спасибо, что посмотрели это видео до конца Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране Вместе мы сила!